Следующий вопрос примерно подобного содержания. Могут ли духи зла действовать на верующего человека, и имеют ли они какую-либо власть? В скобках, без согласия самого верующего над ним. Вы знаете, часто наше согласие или несогласие, если я правильно только извиняюсь, если правильно поднимаю вопрос, если неправильно, вы подскажите мне, не имеют абсолютно большого значения. Но наша жизнь, наши действия, наши поступки, они имеют большое значение. То есть мы можем не согласиться, чтобы лукавый действовал на нас. Мы можем всячески не хотеть этого и не желать. Но действие его можно ощущать на самих себе. Вы знаете, в свое время апостол Павел говорит, и не давайте место дьяволу. Это написано к верующим. Значит, верующий может давать место дьяволу. Написано так, смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Мы видим о том, чтобы человек был очень внимательным для того, чтобы Божия благодать не потеряла действующую силу над ним, охраняя его, оберегая его, научая его. То есть может сделать какие-то действия, когда благодать Божия может уже больше не действовать, а открывается свободный вход к лукавому. Или другое место написано, удалившись от господствующего в мире, растление похотью. Вы знаете, для того, чтобы центр нашей жизни, это является наше сознание. Всякого человека, душевного, духовного и плоского. И поэтому духовный человек должен обновиться духом ума, и центром его управления является его дух. Душевный человек руководствуется своим умом. И таким образом, если мы иногда смотрим туда, где не получаем назидание, а получаем опустошенность, более того, лукавые начинают потом через это искушать нас, это мы открываем свой доступ, доступ лукавому к нас. Вы знаете, тогда, когда мы смотрим телевидение, когда мы смотрим компьютеры, когда мы смотрим какие-нибудь магазины, знаете, журналы и прочие вещи, когда мы начинаем слышать что-нибудь не то, потому что через наши уши мы тоже открываем доступ различным духам. И если человек хранит себя, написано так в первом послании Иоанна, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть, человек, который хранит себя, который бодрствует и стоит на страже своего спасения, который в молитве своей пребывает к Господу, который пребывает в Его слове, читает и применяет в практическом исполнении, то лукавый не может прикасаться. Но там, где человек ослабляет свой контроль, где забывает, что существуют лукавые, где ему просто хочется пожить и делать то, что ему хочется, таким образом он открывает двери. Совсем недавно я слышал, как один человек, один проповедник говорил о том, что вор часто приходит и не взламывает двери, не прорубает стены или не ломает крышу, а часто проходит вокруг дома и смотрит. Нет ли открытой двери, прежде всего. Если двери все открыты, тогда он смотрит, нет ли открытого окна, и потом влазит туда. То же происходит и с нашими душами. Если мы оставляем ему открытое окно или дверь, или еще что-нибудь, то он заходит туда и действует. А так он не может действовать, если мы храним себя, написано лукавый, не прикасается.